Всем привет! Здравствуйте! С вами Школка в Обществознании Мария Васильевна. Мы готовимся к ЕГЭ. И в этом видео мы разберем сложную тему из блока политики – политическая система. Политическая система встречается в тестах и вызывает много сложностей, потому что кажется, что тема это какая-то непонятная, слишком абстрактная и нелогичная. Но сейчас я вам докажу, что это не так. Почему часто кажется, что тема действительно непростая? Потому что достаточно посмотреть на определение, чтобы испугаться. Давайте мы это тоже сделаем, а затем разберем определение так, чтобы все было не страшно, а очень хорошо. Политическая система по определению – это организованная на единой нормативно-ценностной основе совокупность взаимодействий политических субъектов и отношений между ними, связанных с осуществлением политической власти. Звучит действительно сложно, но давайте разбираться. Вот что значит, что политическая система – это совокупность взаимодействия политических субъектов? Смотрите, если говорить совсем просто, в общем виде, то политическая система – это как в целом организована политика в обществе и государстве. И политика – это про управление делами общества и государства. Соответственно, вот как устроена система управления делами общества и государства – это в целом и есть политическая система. И вот когда мы говорим, что политическая система, в определении говорим, это взаимодействие политических субъектов, то мы имеем в виду, что политические субъекты – это те, кто активно действует в политике. Это государства, партии, общественно-политические движения, это органы государственной власти, парламент, правительство, суды и так далее. И вот, соответственно, эти госорганы, государства в целом, партии, политические лидеры, элиты и так далее, они являются субъектами политики, и они взаимодействуют между собой, и это организует политическую систему, которая занимается осуществлением политической власти, управлением делами общества и государства. Почему в определении говорится, что политическая система организована на единой нормативно-ценностной основе? Что это вообще такое? Имеется в виду, что в политике есть какие-то нормы, то есть правила. Социальные нормы – это правила поведения людей в обществе, и в политике они тоже есть. Это и законы, и политические традиции. Вот есть в политике какие-то нормы, то есть правила. Есть какие-то ценности, какая-то идеология, какая-то политическая культура. И когда мы, как политические субъекты, организуем свою деятельность на основе норм, то есть правил политических, на основе ценностей политических, идеологии, политической культуры, взаимодействия между собой, осуществляя политическую власть, организуя политическую власть и управление делами общества и государства, вот это и дает нам политическую систему в целом. Вот почему такое определение. Очень важно знать компоненты, они же подсистемы, политической системы. Из чего политическая система состоит. И здесь я вам, как всегда, советую не просто зазубривать, а вникнуть. Там есть логика. Вот смотрите, что нам нужно, чтобы образовалась политическая система, как система осуществления политической власти в обществе. Нам нужны те, кто будут эту политическую власть осуществлять. То есть нам нужны политические институты, проще говоря, политические организации, политические субъекты. И вот есть органы государственной власти, мы их уже назвали, парламент, правительство. Есть какие-то партии, общественно-политические движения. И все это политические институты. И, соответственно, образуется институциональная, она же организационная подсистема политической системы. То есть, смотрите, политические институты, можно иначе сказать, что это политические организации. Поэтому мы и говорим, что вот есть институциональная, она же организационная подсистема политической системы. И к ней относятся государства в целом, партии, общественно-политические движения, органы государственной власти и так далее. Дальше. Нам нужны какие-то правила, то есть какие-то социальные нормы, по которым наши политические институты и политические субъекты будут взаимодействовать, осуществляя политическую власть в рамках политической системы. И поэтому существует нормативная подсистема политической системы. Нормативная – это от слова «норма», то есть от слова «правила». И к нормативной подсистеме политической системы относятся законы, относятся политические традиции. Ну, например, если у вас монархия, то важной политической традицией является коронация нового монарха, даже в современном мире, в условиях монархии. Есть, например, уставы партий, то есть такие организационные документы у партий, где написано, как партия организована, как часто она собирается на съезды, как она избирает своих лидеров, как вступить в партию. Вот уставы партий – это тоже какие-то правила внутрипартийной жизни, и, соответственно, уставы партий, если они в тестах встречаются, они встречаются. Относятся к нормативной подсистеме политической системы. Дальше. Для нормальной организации управления делами общества и государства, для организации работы политической системы нам нужны какие-то политические идеи, какие-то ценности. Нам нужна политическая культура и идеология. И, соответственно, отдельно выделяется такая подсистема политической системы, которая называется культурная или культурно-идеологическая подсистема. И к культурно-идеологической или просто культурной, можно говорить, подсистеме политической системы относят политическую идеологию, политическую культуру, политические ценности и политическую психологию. То есть все, что про идеи, ценности, это будет культурно-идеологическая или просто культурная подсистема политической системы. И дальше, для того, чтобы политическая система работала, нам нужно, чтобы все ее элементы, все ее институты, иначе говоря, организации, все субъекты политики взаимодействовали между собой. И это будет коммуникативная подсистема политической системы. Коммуникативная подсистема — это информационные связи и отношения внутри политической системы, а также между политической системой и обществом. То есть, например, скажем, в рамках избирательной кампании прошли дебаты политических лидеров от разных партий, которые баллотируются в парламент, в какой-то условной стране N. Вот дебаты, да, это политическая коммуникация, это взаимодействие, это информационные связи относятся к коммуникативной подсистеме. Или, например, там, лидер политической партии выступил перед избирателями. Это коммуникативная подсистема. Или там президент страны провел круглый стол с представителями гражданского общества. Вот все взаимодействия, все варианты общения, информационные связи — это коммуникативная подсистема политической системы. Итого, давайте еще раз обобщим. Вот для того, чтобы у вас сложилась политическая система, как система осуществления власти, вам нужны политические институты, они же политические организации. И, соответственно, у нас есть институциональная, она же организационная подсистема политической системы. Вам нужны нормы, то есть правила, по которым вы будете заниматься политикой. И это нормативная подсистема. Законы, политические традиции, уставы партий. Вам нужны какие-то ценности, идеи, культура политическая. И это культурная, она же культурно-идеологическая подсистема политической системы. Оба названия встречаются в ЕГЭ. И вам очень важна коммуникация, вам нужно взаимодействие постоянное. Как внутри политической системы, например, между органами госвласти, так и между политической системой и обществом. И это коммуникативная подсистема политической системы. Обязательно порешайте задания тестовые, они часто встречаются на ЕГЭ. И там вот именно подвох в том, чтобы правильно распределить разные примеры по подсистемам. Дальше вам еще нужно знать функции политической системы. Функции политической системы – это то, что политическая система делает, зачем она вообще нужна. Функций у нее, конечно, много. Это, например, просто управление обществом. Или можно писать управление делами общества и государства. Принятие политических решений. Интегративная функция. Интеграция – это сближение и объединение. Политическая система, ее отдельные институты, субъекты, они действительно нас объединяют, сплачивают, организуют. И это будет интегративной функцией политической системы. То есть, например, условно либеральная партия в стране Н сплотила сторонников либеральной идеологии. И в рамках их партийной деятельности они приняли участие в выборах в парламент страны Н. И теперь эта партия заседает в парламенте и представляет интересы определенных социальных групп. То есть, когда политика на основе общих ценностей, общей идеологии объединяет людей, не обязательно всех, а вот, например, хотя бы какую-то группу, да, это функция интегративная. Функция политической мобилизации. Политическая мобилизация – это направление усилий общества на достижение какой-то общей значимой цели. Ну, например, президент страны Н в преддверии выборов выступил перед народом, объяснил, как важно принимать участие в голосовании, призвал всех прийти на избирательные участки. И граждане страны Н в день выборов, значит, пришли на избирательные участки, явка была высокой, вот он их мобилизовал. Да, вот это функция политической мобилизации. Но она может быть на разные совершеннодействия направлена, но действительно политическая система способна направлять усилия общества на какую-то общую значимую цель. Есть функция политической коммуникации, то есть функция взаимодействия, общения с обществом, с населением. Есть функция политической социализации. Вообще, в целом, социализация – это как бы приобщение к жизни в обществе. И это отдельная вообще тема, да, из первого блока, из «Человека и общества». И социализацией занимаются очень разные социальные институты, отдельные люди. Ну вот, очень многие и многое нас социализируют. Когда вы узнаете что-то про жизнь в обществе, обучаетесь нормам, ценностям общества, это все будет социализация. Но когда мы говорим про политическую социализацию, мы именно имеем в виду приобщение к политике. Вот пример политической социализации, который тоже можно где-то писать, как функцию, например, политической системы. И вот, соответственно, политическая социализация – это приобщение к политике. Например, скажем, лидер политической партии в какой-нибудь стране выступил перед избирателями, объяснил, как устроены выборы, по какой избирательной системе они проходят, например, по мажоритарной или по пропорциональной, объяснил значение выборов в жизни общества. Тем самым он осуществил политическую социализацию. Соответственно, вам в этой теме обязательно нужно знать функции политической системы. Задавайте себе вопрос, что политическая система делает в нашей жизни, и пишите. Управление делами общества и государства, принятие политических решений, политическая социализация, интегративная функция, мобилизационная функция, коммуникативная функция. Вот это такие классические, действительно важные функции для политической системы. Еще такой хитрый момент. В некоторых заданиях тестовых пишут, что существует функциональная подсистема политической системы. Ну, то есть вот есть подсистемы, которые мы назвали, да, институциональная, она же организационная, нормативная, культурно-идеологическая или просто культурная, коммуникативная. И вот в некоторых заданиях пишут, что есть функциональная подсистема политической системы. Здесь они имеют в виду, что функции политической системы – это как бы отдельная подсистема. В целом это верно, и в тестах вот такую возможную фразу, что есть функциональная политическая система, будем выбирать как верную. Но если вы сами пишете в каких-то заданиях второй части, я вам советую функции рассматривать отдельно. То есть, например, если вы пишете план по этой теме в 24-м задании ЕГЭ, то вы пишете подсистема, политическая система и просто называете четыре подсистемы – институциональная или можно написать организационная, коммуникативная, нормативная и культурно-идеологическая или просто культурная. А дальше следующий пункт – вы пишете функции политической системы, называете любые три функции, и все, и у вас уже хороший план. У вас есть два важных пункта – подсистема и функции, и сверху можно сделать еще пункт понятия политической системы, и таким образом вы укладываетесь в ключи, у вас есть три пункта, два из них с подпунктами, они важные, это подсистема и функции, и все с вашим планом хорошо. Соответственно, для плана точно не стоит, на мой взгляд, функции относить к подсистеме, нужно их выделить отдельно и расписать. Последний момент, который здесь нужно озвучить, это то, что политическая система динамична. Динамика – это движение, и политическая система действительно все время меняется, происходят реформы, а иногда в ходе революций одна политическая система меняется на другую. Все субъекты, политики, все политические институты тоже внутри себя развиваются, меняются, иногда медленно, иногда довольно резко и существенно. Политическая система – это не какая-то статическая, раз и навсегда сложившаяся, замершая система, она вполне себе живая, она развивается, меняется. И поэтому, например, в ЕГЭ фраза, что политическая система динамична, это, конечно, фраза правильная. Вот мы разобрали с вами эту сложную, на мой взгляд, тему. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и готовьтесь к ЕГЭ вместе со Школково. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok